Это первая встреча с индивидуальными предпринимателями, но далеко не последняя. Проблем у малого и среднего бизнеса в Сочи немало, и все вопросы требуют обсуждения. Начали с трудоустройства, ведь открывая то или иное предприятие, предприниматель предоставляет рабочие места и платит налоги. За последний год на курорте открылось около полутора тысяч новых объектов. Чтобы стимулировать их развитие и поощрять бизнесменов, государство предоставило удобный налоговый режим. В Краснодарском крае введена нулевая ставка первого года работы для предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах. В первую очередь это, конечно, финансовая поддержка, то есть субсидируются субъекты предпринимательства, находящиеся на ранней стадии деятельности для тех, кто получает лизинг и для тех, кто берет проценты по кредитам. Также существует имущественная поддержка, которая оказывается путем предоставления коммерческих площадей по более выгодным, чем рыночные цены. Развиваться предпринимателям помогают и интеллектуально проводятся семинары и мастер-классы. Накануне в силу вступило новое законодательное требование – введены кассы нового образца. В режиме онлайн они передают отчеты сразу в налоговую инспекцию. Это избавляет бизнесменов от бумажной волокиты и способствует прозрачности финансовых расчетов. В Сочи такие аппараты уже установили многие предприниматели, в их числе и руководители детской площадки в одном из крупных торговых центров. В связи с изменениями, актуальными в законодательстве, мы купили новый кассовый аппарат для нашего администратора, ничего абсолютно не поменялось. Операции ровно те же. Она пробивает чек. И, собственно, вся разница лишь в том, что данные автоматически по окончанию каждой смены отправляются в налоговую. Эта технология также помогает бороться с так называемыми серыми схемами. Теневой рынок рабочей силы – одна из болевых точек Сочи. С прошлого года в городе работает специальная комиссия по выявлению неформальной занятости. Выписано штрафов на 10 миллионов рублей. Но, несмотря на всю работу, проделанную администрацией в этом направлении, инспекторы по-прежнему выявляют тех, кто выдает работникам зарплату в конвертах. Поэтому эту проблему обсудят еще раз во время подобных встреч с предпринимателями курорта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, Арак Таян, телекомпания ФКТ.